Грустно посмотреть, когда в одной семье два брата, они не могут поделить слово и мнение. История — это факт, непридуман, то есть никто не придумывает историю. Тем более это не история, это середина прошлого века. Весь мир знает истину, факт остаётся фактом. Кто такая, скажем, Украина или все остальные страны, я расскажу, не сегодня. Тогда без России Москва была сердце всего Советского Союза. И командующая, голова всего этого была из Москвы, то есть голова — это Москва. Все команды пошли отсюда, поэтому кто что сделал бы без Москвы. Поэтому надо говорить правду и истину. Они уже делают, придумывают то, что не надо сегодня сделать. Я их вызываю обратно на стол, то есть за столом приговоров, чтобы сели. И рекомендую руководствам здесь, чтобы они нашли общий язык с украинцами, потому что провоцирование мира всего идёт оттуда. Они заставляют много чего, чтобы Европа предпринимала, или Америка, понимаете. Поэтому надо их немножко. Украина сегодня попала в руках людей, которые не понимают, что такое православие. И действительно, это больно мне об этом даже говорить. Должны найти сегодня общий язык и возвратить заново вот это любовь, братство, которое всегда было между двумя этими странами. И ангел-хранитель, запомните, один. Нет у Украины своего ангела-хранителя. И у России. Это один целый народ. Никто не сможет разделить. Ибо вы идёте против Бога самого. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...